И отказ от многих мерзких таких благ, которые я мог себе позволить, выступая в кикбоксинге. То есть бокс меня более дисциплинированным, наверное, сделать во всех направлениях. С одной стороны, бокс, как и кода, да, мало средств выражения, то есть атака, защита, и тем не менее энергетически мощный вариант, да, на выхлопе, да. Что ты чувствуешь, какие изменения в себе, как в бойце, как в спортсмене, используя боксерскую технику, боксерские наработки? Вы знаете, здесь даже не столько именно вот эти силовые какие-то там функциональные показатели, сколько это интеллектуальный вид спорта. Не зря его называют бокс, это шахматы в движении. Здесь действительно, казалось бы, всего шесть ударов, два прямых, два снизу, два сбоку. Отработали до совершенства. Да, отработали до совершенства, и нужно настолько искусными уметь пользоваться, так их комбинировать, конечно же, для этого нужен высокий интеллект. И опять же, когда ты выстраиваешь поединок, начиная там от первого по 12, там по 10-й раунд, ты можешь первые там два, три, четыре раунда отдать. Это должна быть тактика, в любом случае должен продумывать наперед. Все те же шахматы, опять возвращаемся к этому. Высокая энергетика мышления, да, тоже потеря силы. Здесь нужно экономно действовать, как в случае механики движения, так и интеллекта. Ну, конечно же, и в тот же момент, что нужно принимать быстрое решение в экстренных ситуациях. Алексей Папин на нашей комментарической позиции. Ну, Алексей, сегодня ты на юбилее Федерации. Алексей, пожелание Федерации профессионального бокса Южного и Северокавказского федеральных округов отцу и сыну Костенко, которые организовали такой прекрасный праздник. Ну, в первую очередь, отцу и сыну Костенко хотелось бы пожелать самое главное – это здоровья. Как бы это банально ни звучало, это действительно самое важное. Особенно сейчас, в такой период, пандемии и так далее. То есть, конечно, самое банальное – это здоровье и счастье, но это самое важное. Ну, и, конечно же, их федерации и вообще Федерации Северокавказского федерального округа – процветание. Процветание. Хотелось бы, чтобы как можно больше развивался и воспитывал как можно больше чемпионов. А главное, чтобы зритель ходил. Это самое главное. Зритель обязательно будет ходить на чемпионов. Алексей, спасибо. Алексей Папин был у нас. Спасибо. Итак, друзья, второй бой нашего сегодняшнего вечера. Это средний вес 72,6 килограмма. Представитель Москвы Михаил Козлетинов и боксер из Узбекистана. Это уже серьезно. Элдор Абдукадиров. Слева от нас представитель узбекского ринга и справа москвич. Шесть раундов должен пройти этот бой. 28 лет Михаилу Козлетинову. И вот его 24-летний соперник. Сейчас мы видим, на хорошем тайминге успел нанести удар. Боксер из Узбекистана славится своей техникой. И если говорить о любительском боксе в последние годы, это был лидер мирового олимпийского бокса, боксер Узбекистана. И вот в профессиональном ринге мы видим огромное количество сегодня боксеров, которые приезжают в Россию, выступают на профессиональном ринге. И вот буквально на ближней дистанции забивает своего соперника боксер из Ташкента. Вот такая досрочная победа, не вызывающая никаких вопросов. Плотный бой. Во фронтальной истоке, можно сказать. Ну что ж, в дебюте турнира мы видим два досрочно завершенных поединка. Даниил Рыргашев сейчас у Канатов, основатель профессионального бокса Узбекистана, бывший президент Федерации профессионального бокса Узбекистана. Поздравляет он своего подопечного, можно сказать, за которого приехал сюда в том числе и поболеть. И как гость праздника, и как болельщик своего соотечественника. Вот мы видим Даниил Рыргашев в ринге. Сейчас мы ждем эпизоды, когда будут вручать медали победителю. Кстати, в Узбекистане турниры по профессиональному боксу проводятся очень давно. Вспомним, например, 2000 год, когда в Ташкенте проводился большой турнир, где выступал Мухаммад Абдулаев, олимпийский чемпион, и Александр Левзяк, олимпийский чемпион. Вспомним огромное количество имен, звезд узбекского босса. Тот же Руфатрис Киев, чемпион мира 1974 года. Великолепная была школа. Вспомним таких тренеров, как Гранаткин, Джексон. Дамы и господа, в этом бою на второй минуте, в 13 секунде первого раунда, техническим нокаутом победу одержал боец в красоту, Гинга, Эльдор. Субтитры создавал DimaTorzok